машину починили я сейчас иду за ней пешком надо будет зайти в банкомат снять деньги и забрать машину два дня один день разбирал почти один день полный собирал что он мне там сделал мне термостат поменял потом выжимной поменял выжимной прям он при мне просверлили ему новый выжимной ставили туда талотницу и закачали смазки туда литого ну не литов синий какой-то короче смазку и машину собрал еду забирать иду точнее собирать опять я иду без машины а знаете почему сейчас я вам расскажу почему поставили новое выжимное точно такое же по образцу поставили все закрутили она не подошло хотя на подошло но она там где-то миллиметр цепляет и свистит вот сейчас будет заново все разбирать и будут снимать смотреть может быть корзину придется менять потому что свистит будит передачи не включаются и плюс еще дымит дым пошел не знаю сколько дней еще пешком отходим потому что вот так думаешь блин все надоело продам потом вроде сделают начинаешь ездить думаешь нет привык не продам сейчас опять задымило думаешь прям все сделаю продам ну это же опять деньги ладно пусть машина делается а мы пойдем работать зарабатывать чё делать куда деваться всем привет я с ним строй пораньше мотаюсь с машиной короче накрылся опять выжимной новый буквально поставил отработал он у меня 15 минут не подходит выжимной хотя комплекта сейчас поеду искать со мной приехал лёха на машине поедем в тихорецк магазинам искать подбирать выжимной другой курс корзина менять она как бы не вариант нормальная корзина а вы же мной пора менять короче я пришелся до валеры в сервис сервис закрыт трубку не берет короче не могу забрать машину не целую не поломан попадос я попробую смс написать может получит услышать прочитает он перегибает палку в этом плане возьми эту трупку скажи объясни ситуации зачем блин так непонятки такие да всем привет как в песнике какое небо голубое сегодня в такой патриотической футболке сейчас иду за машиной ну не знаю заберу я ее нет потому что валера мне в два часа ночи написал что он все сделал сейчас я ему звоню он конечно спит я как понял что он ночью ковыряется а днем невозможно ковыряться в гараже жарко поэтому ночью ковыряется днем спит есть надежда встреча с приду и возле гаража стоит машина ключи спрятал ну примерно знаю где он пошли аспекта мы так уже делали если это так я заберу машину если нет то не заберу а дальше дальше у меня идет райгаз сегодня позвонил узнал стоимость проект будет стоить 5 800 принципе недорого надо сейчас поехать оплатила моем случае пойти но скорее всего туда я если машину не заберу на такси поеду вот и все и ждать проект а потом будут монтажники приедет чё там два куска приварить блин еще счетчик я думаю когда проект будет готов там сразу это прямо может быть они счетчик поставить у них купим посмотрим вот день у меня начался с беготни и с болтовни ну надо ли как-то вам рассказывать что да как ладно почапал я короче иду из райгаза отдался точнее заплатил 5 800 теперь как проект будет готов наберут шелковица короче говоря шелковица и тутовник это я как понял одно и то же здесь кто называет тутовник кто-то говорит шелковица в бискеке когда жили тоже там и так и всяк назвали идешь короче говоря пока дойдешь наешься блин то черешни то еще чего-нибудь лишние ты черешни любишь и запасаться не надо я короче дом сервис машину забирать машину заберу поеду кондиционеры чинить кондиционер почему песком туда на такси доехал а там машины не стоят это в москве на крайне станицы вызывать номер телефона нету кстати можно было в интернете посмотреть 4 тупанул вызвать яндекс такси ладно фиксами в полпути прошел сейчас я все равно полчаса я позвонил он через полчаса буду так что вот такие дела идем яблочки а вишни и никому не надо никто не собирает хочет кушать хочет нет вот это как да с каспио дует гуляем с колясками короче не могу я тогда звонится до валеры сказал он короче через полчаса подъезжая подъеду я подошел его нет 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 я постоял начинаю набирать ему абонент не абонент попаду сполнить я реально не могу забрать машину но зачем бонт она того не стоит конечно угонять ну все что-то случилось короче не кажется да не с машиной валера видим какие-то проблемы но не может быть так а может это я дурак всех оправдываю постоянно так очередная попытка забрать машину уже еду на велосипеде позвониться я так и не могу уже куча мыслей что может быть может быть телефон разбил либо еще чего-нибудь вот еду на всякий случай на абон вдруг он в гараже телефон там сломался либо чем вот такое еще короче не знаю вот еду может поймать у гаражей заберу машину приехал замок поцеловал и поеду обратно что делать жопа какая-то время 6 я только дозвонился сказал что сейчас за мной заедет но судя по утрен утрешней ситуации подходя через полчаса я буду мало в это верится поздравьте меня я еду на машине ура как говорится хоть одна хорошая новость за сегодня приехал я на мойку сейчас буду автомобиль мыть пока потом поеду кондиционер чинить я сейчас в атаманской еду на курчаны хочу заехать дядь коле сюда как бы по делам приезжал вот а сейчас освободился заеду до деда попроведу его потом надо с другой стороны к соседям бывшим заехать тоже там попроведовать потом диана там пакет передала тоже передать надо ответвление отдать ну и так вообще повидать посмотрим как как пчелы пошли у дядь коли узнаю как рыбалка ему приятно когда мы заезжаем он радуется по возможности пока машина в ремонте было это можно сказать чуть больше недели до может неделю вот так примерно не выезжал как-то и сейчас обрадуется я сегодня сдал получается трубки от кондиционера снял их сдал их на пайку запаяют сейчас и запаяли уже то есть я еду чтобы поставить и сейчас там мастер поставят сразу и заправить кондиционер надеюсь теперь будет все хорошо это без кондиционера ездить очень плохо я сказал мега плохо съездил на курчаны так прикольно дядь коля рад тетлей не заехал посидели поговорили много эмоций дядь коля в своем репертуаре юморит тому подобное пчелы нормально развиваются уже я привез получается пчелопакетом было четыре рамки сейчас уже семь покусали его он сегодня пересаживал их оказывается утром такие вот дела короче сегодня будет прохлада в машине как хорошо в машине прохладно просто красота кондиционер работает ну просто и знаете что то блин здесь в салоне вода ручьёк какой-то рьётся непонятно такое такие звуки под торпедой как будто речка рьётся я сейчас еду в атаманскую там за кормами забрать нужно корма для птицы потом фикус до дианы маме отвезти надо потому что у нас он это сегодня страдалец короче немножко его там это рихтанули пока нет места где его поставить пока мы его туда определим и далее мы едем уже в краснодар за покупками увидимся уже в краснодаре посмотрите чё мы приобретём как походим по магазинам как говорится я буду свое снимать и она будет свое снимать поэтому не переключаемся а то потом пропустите откуда что и где взялось такие вот дела поехали а теперь мы идем вот сюда называется хотер когда мы в кофе работа у нас назывался в палатке такая палатка по садовая мебель ну да мы с собой называем палатки да ну принципиально я не иду в хофф потому что я знаю что там цены выше хотим купить шатер я кстати уже понял какой я хочу купить шатер маму короче я усадил покататься передохнуть немножко а я сам пойду сейчас внимательно все хатри посмотрю но если здесь говорю не найдется ничего такое то придется в хофф ехать заехать посмотреть что там есть хофф, бау, центр и все больше в обе точно не поедем есть короче вот такие за 12 тысяч павильон но его надо вот так видите потом шнурами растягивать в разные стороны что очень ненадежно он есть вот такой за 23 900 а он получается ромбообразный вот он такой я бы сказал понадежнее немножко вот 23 900 вот это конечно самый крутой он стоит 53 400 а он потому что из поликарбоната видите вот поликарбонат вот этот тоже неплохой довольно таки надежный цена такая тоже более-менее приемлемая 25 26 тысяч конечно крутые вот эти деревянные но причем на них ценников нет они видимо на заказ делаются вот это буквально и вот 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 все теперь у меня только один вопрос как я его загружу блин он же тяжелый мы вдвоем еле его подняли сейчас короче сначала шатер потом за этим как называется а он реально тяжелый я сказал качественный значит а также металл вот этот тяжелый это он одной коробкой сюда и материал в лес и вот эти все железки и в эту коробку материал и вести металл все влезло но у китайцев они бы все компактно какого угу угу что там папа делает папа а а первый раз такое буду возить а зачем здесь крепить она куда наденется здесь вроде стянуто ну хотя я сейчас вот здесь закреплю чтоб туда не укатилась а так она куда наденется что закрепить четыре метра ты прикинь четыре да а ты четыре заказа помнишь ты мы думали блин где же доски взять на крышу вот это надо перехватить так приехали получается мы уже в 9 сейчас эту конструкцию буду разбирать потому что так не оставишь буду заносить блин четыре метра что-то я это место приготовил мне кажется маловато там будет да в принципе днем завтра покажу уже что будет а сейчас буду эту конструкцию я разбирать одно радует что она не на гвоздях а на шурупах как я видел вроде бы да да на шурупах на саморезах короче повезло так а может не просто вот эту снять и вытянуть ладно короче буду разбирать а нет не получится наполнен на гвоздях но конструкция хорошая мне нравится так бы затянуть ее а чем может попробовать цепить может она подъемная и так закачу то есть вот это еще я Продолжение следует...